Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 1 декабря, день Платона и Романа. Почитается память святых мучеников Романа и Платона. Платон обращал в истинную веру язычников. От него потребовали отречения от христианства. Платон ответил отказом. За это его повесили на дереве и били до тех пор, пока плоть не отпала от костей и не вылилась почти вся кровь. Лицо мученика истерзали железными рогатками, что остались одни обнаженные кости. Святой Роман выступил на защиту храма, который хотели разрушить, за что и пострадал. Декабрь месяц. У древних славян декабрь называли студень из-за холодной погоды и злых ветров, хмурень из-за коротких пасмурных дней, грудень из-за смершейся грудами земли. Ранее на Руси мученикам молились, чтобы они способствовали материальному благополучию семьи. Поэтому сегодня утром, перед началом домашних работ, отправлялись в церковь и молились святым мученикам, чтобы они помогли благосостоянию семьи. Полевые работы к этому времени кончились, поэтому народ занимался разного рода ремеслами. Например, была широко распространена резьба под деревом. Для изготовления посуды использовали дерево липу. Она легко резалась и полировалась. К тому же наши предки считали, что липа способна защитить человека от нечисти. А нечисть норовит войти в человека через еду. Запомните это. Крестьяне должны были обеспечить себя всем сами. Поэтому занимались изготовлением посуды, израстцов, черепицы, используя для этого местные сорта глины, глазури и особую технологию производства. Так появились знаменитые хохлома, дымковская игрушка и многие иные приметы. Если сегодня тепло на улице, зима будет мягкая и теплая. Если холодно, будет холодной. Ветер сильный сегодня дует, зима будет богатой метелями и вьюгами. Если в течение дня будет переменная погода, то сколько раз она последует, столько раз произойдет перемена зимой. Если в этот день с утра тепло, быть ростепелем в начале зимы. Холодь и вьюга в полдень, такого будет январь, середина зимы. Если закрутит, замечет к вечеру, зима в феврале будет лютой. Интересно увидеть человека, который голодает 30 суток. Его телосложение и прочее, прочее. Вот я перерываю. 30-е сутки. Я продолжаю заниматься асанами. Итак, занятие. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 ДimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Продолжение следует... 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 Шестые лунные сутки. Энергетика этих лунных суток активирует интуитивные способности нашего сознания, что располагает к разного рода гаданиям. В Древней Руси священной вещи, предсказывающей будущее, была птица с женской головой Гамаюн. Поэтому и лунные сутки получили это название. Энергетически активны легкие, поэтому этот день располагает к выполнению разного рода дыхательных упражнений и гимнастик. Если органы дыхания больны, то сегодня лунные сутки на лучшем образом подходят для их лечения. В этот день не переедайте, чтобы энергия, поступающая через легкие, не тратилась на пищеварение, а больше направлялась на обновление организма. Уединение и молчание сегодня приветствуются. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Доброго здоровья и до новых встреч!